В Саратове появилось место, где каждый взрослый может почувствовать себя ребенком, забраться по веревочной лестнице и преодолеть навесной мостик. Воздушный городок открылся на площадке ФОКО Юридической Академии. О возможностях нового спортивного объекта расскажет Юлия Шишкина. Народная плясовая – нетривиальная физкультразминка. Так весело на Пятой Дачной открывают новый спортивный объект – Воздушный городок. Веревочная полоса препятствий расположилась рядом с бассейном Саратовской Государственной Юридической Академии. В честь открытия саратовский губернатор поджигает фитиль и делает символический залп из копии старинной пушки. Самое главное, что безопасность обеспечивается системой страховок и карабинов, которые есть у каждого участника. Без страховки? Да, у самого было такое желание, но за меня отвечают же не только я сам, но и преподаватели. Поэтому я думаю не только о себе, но и о тех лицах, которые заведуют всем этим делом. Оцинкованные стальные тросы выдерживают до 20 тонн. Первыми в роли Человека-паука выступают воспитанники секции скалолазания Академии. Нужно пройти на время определенную дистанцию, не касаясь земли. Здесь сплошные символы. Протяженность 104 метра. Примерно столько зачетов, экзаменов и госов сдают студенты за время учебы. 25 препятствий – количество кафедр юрокадемии. Приехавший на открытие председатель совета ректоров вуза ПФО считает, что Саратов – подходящая площадка для обсуждения роли высшей школы в укреплении здоровья нации. Площадку мы выбрали в Саратове, потому что Саратовская юридическая академия не просто один из лучших юридических вузов. Это очень гармоничная академия с разнообразными традициями. И вот спортивные традиции – создание базы для физического развития – одна из черт. Почему здесь открываем сегодня воздушный городок? Потому что тема, которую мы рассматриваем – это спорт среди студентов. А мы понимаем, что такое спорт, студенческий спорт – это здоровье студентов. Потому что одно дело сидеть на парах, на занятиях, и другое дело, что нужно, конечно, развиваться. В академии обещают, что воздушный городок будет доступен для всех горожан. Здесь даже планируют проводить городские спортивные мероприятия.